В книге «Бытие» мы читаем «И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, ибо я раскаялся, что создал их». Что было перед всемирным потопом? Кем были загадочные библейские исполины? Пришло время прочесть Писание дня. Отче, прочтите, пожалуйста, отрывок. Книга «Бытие». Ною было 500 лет, и родил Ной трех сынов – Сима, Хама и Афета. Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. «Сказал Господь Бог, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками Симе, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим. Они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. Увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных, истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Ной же обрел благодать пред очами Господа Бога. Очень предлагаю посмотреть небольшой сюжет, а потом перейти к обсуждению. Допотопное человечество делится на две самобытные, независимые друг от друга общественные группы. Сифиты, потомки Сифа, третьего сына Адама и Евы, придерживались богопочитания, вели нравственный образ жизни. Ака и Ниты, потомки братоубийцы Каина, открыто демонстрировали свое пренебрежение божественными установлениями. Например, Каинит Ламех вводит многоженство, тем самым нарушая заповедь о браке. Его дочь Ноему, имя которой переводится с древнееврейского как «удовольствие», некоторые экзегеты считают родоначальницей проституции. Сыновья Ламеха и Увал и Тувал Каин считаются изобретателями струнных и духовых инструментов. Они же создали медные и железные инструменты, в том числе оружие. Последнее доказывает дух враждебности и гордыни, который отличает цивилизацию Каинитов. Каин строит первый город, обносит его стеной, стремясь отгородиться от всего мира и готовясь отражать атаку извне. При этом подлинная опасность исходила от самих Каинитов. Ламех прямо заявляет своим женам, что убьет всякого, кто встанет на его пути, от старика до юноши. Среди сифитов, в которых книга бытия называет сынами божьими, мы встречаем праведников Еноха и Ноя. Однако это скорее исключение, поскольку сифиты постепенно перенимали богопротивный образ жизни. Благочестивые потомки сифа стали жениться на каинитянках, объединяя род с потомками Каина. Каинитов бытие называют нефилимами, то есть исполинами или гигантами. Слово «нефилим» имеет еще один смысловой оттенок. Так обозначают человека развращенного и развращающего, падшего и соблазняющего. Зло каинитов в итоге полностью подчинило и изнутри развратило род сифа. О каинитах красноречиво говорит книга бытия. Все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Никакое вразумление Божие не могло уже подействовать на черствые сердца людей, пораженные грехом. Само слово «грех» по-древнееврейски «хуш» переводится как «стена». Выстроенная некогда Каином стена отделила каинитов не только от остального человечества, но и от Бога, не имеющего ничего общего со злом и грехом. Именно поэтому Господь принимает решение наслать на землю всемирный потоп, истребив греховное человечество, не способное к раскаянию и изменению образа жизни. Как же так произошло, что те люди пали так, что единственным решением был Великий Потоп? Мы сегодня слышали, что на Писании они впали в Буд и шире во грех настолько, что уже не слышали вразумления Бога. 500 лет Ной их пытался и словом, и собственным примером привести к покаянию. Потом еще 120 лет Господь им дал. Господь очень милосерден, и Он очень долготерпелив, многомилостив. Но вот так оказалось, что люди достигли благодаря греха такой степени падения во зло, что они уже не были способны к покаянию, они не могли измениться. Это на самом деле очень большой пример для нас с вами. если мы с вами тоже пойдем по пути греха, то мы в такое состояние впадем, что мы будем страшно страдать от собственных грехов, страшно страдать друг от друга, но не понимать причин этих страданий, из-за нежелания покаяться. И вот чтобы этого не было, надо бороться с любым проявлением греха, в том числе и с блудом. А если посмотреть со стороны на цивилизацию Кайнову, то обращают на себя внимание две главные характеристики. Это технологическая развитость и падение нравов. Мне это что-то напоминает. мне тоже это очень напоминает наше современное время. Ведь в Библии называют их исполинами. Исполинами именно не потому, что они были действительно исполины духа человеческого. Они так себя ощущали. Возможно они были даже и очень крепко физически. Но это не заменяет им духовной жизни. Но они пытались эту духовную жизнь заменить технологиями. В результате это им никакого счастья не принесло. Сейчас в наше время тоже люди управляют на технологии. Политические, экономические, технологические. Слушайте, техники относятся, что это устроит их жизнь. Но мы с вами видим, что наша жизнь не устраивается хорошо. посмотрите, как мы сейчас внутренне живем. Пусть каждый построит на себя, внутрь себя. Он счастлив, а то, что у него холодильник, а не погреб. Да. Есть о чем подумать. Спасибо большое, батюшка. автор. Редактор субтитров